Ух ты, светящаяся водичка, это уже интересно. В меня всосался какой-то паразит, чуваки. Никто не нападает, боже мой, что это только что было, я пошёл дальше. Жёлтый кактус и ещё и паукан, который пытается меня убить, пошёл в жопу. До свидания, чувак, всё, уходи. Наконец-таки я нахожу эту пирамиду, е-е-бой, боже мой, что... Хей, всем большой привет, дорогие ребята, меня зовут Итмаус, я археолог в Майнкрафте. И добро пожаловать на 26-ую серию по выживанию с модами на моей крутой археологической сборочке. С такими модами, как Jurassicraft, Ice and Fire, Erebus, а также раскопки и археология. В прошлой серии, дорогие ребята, я сделал себе наконец-таки новенький офигенский разожжённый меч из коси дракона, с помощью которого можно убивать разных мобов, поджигая их. Это довольно-таки прикольненько. Также на стриме, который у меня был буквально недавно до этой серии, примерно час назад до этой серии, я сделал вот такие-то офигенские столики из тинкерс-констракта. И наконец-таки я могу им заниматься. Ура, ребята, поздравьте, пожалуйста, меня с этим. Но что самое интересное, я наконец-таки за кадром я сделал себе, полностью обустроил новый портал в другое измерение под названием Erebus. Это такой опасный мир насекомых, где находится очень много разных интересных существ, боссов, новых блоков, новых всяких разных рут и так далее. Поэтому, ребята, будет интересно. Сегодня я именно в этот мир опасных насекомых отправлюсь и посмотрю, что же меня там такого опасного ждёт. Вот, за кадром я сделал оферинг-алтарь, либо же по-русски алтарь-предложений. Также я замутил себе ещё одну штуку под названием Гаян Кейнстоун и, получается, в этом оферинг-алтаре сделал себе целых два посоха. Посоха бога Гаяа, или как это называется, который нужно поставить вот сюда вот, и тогда уже портал спокойно возьмёт и активируется. Нажимаем, раз, два, три, тадам! Вот такой вот он красивенький, просто шикарнейший. И, кстати, ребята, ещё у меня есть одна плохая новость для вас. Дело в том, что у меня куда-то делся мой тираннозавр. Честное слово, без понятия, куда он мог пропасть, потому что до этого, в прошлой серии он был, на стриме он тоже был, а на стриме он взял куда-то и делся. Умереть, я думаю, что он не мог, потому что, ну как это так, а вот просто-напросто убежать. Скорее всего, это было и в его планах, он куда-то делся, реально, он просто взял их и реализовал. Пока что я его нигде здесь больше не вижу. Также немного, Сарказух кое-куда убежал, что-то они вообще побеги самые настоящие устраивают. Я думаю, ничего страшного, потом обязательно их в загон загоню, но сегодня нужно будет обязательно сюда отправиться. Многие спросят, Тит Маус, зачем ты сделал два посоха ГАИА? Дело в том, что если я сейчас телепортируюсь в портал, то без этого посоха, скорее всего, я обратно просто-напросто выбраться не смогу. А мне этого, как вы понимаете, уже не нужно. Мне нужно спокойно пойти туда, побегать там и спокойно обратно уйти. Поэтому прямо-таки сейчас ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, все, кто этого ещё не сделал, потому что, как бы, подписаться очень нужно. Если подпишетесь, то вы новые серии пропускать ни в коем случае не будете. Так что давайте каждый-каждый подписывайтесь, ну и лайки, конечно же, приветствуются. Что же, ребята, мы с вами погнали, нажимаем на данный... А, ничего, нажимать-то не нужно, просто берём, отправляемся и заходим, посмотрим, что здесь нас ждёт. Господи, боже мой, какая же здесь темнота. Я, ребята, просто в шоке, на самом деле. Ух ты, светящаяся водичка, это уже интересно. На самом деле, знаете, что я сейчас делаю? Я куда-то упал. Господи, ребята, мне нужно обратно срочно выбраться отсюда, скорее. Я хочу обратно пойти быстренько до домика, взять с собой хотя бы немножко факелов. Слава богу, всё светится. Ну и, конечно же, с факелами данный мир исследовать. Погнали, раз, два, три, летс гоу. Я включил шейдеры, потому что они довольно-таки интересные. Ну и, по идее, теперь где-то должны здесь быть мои факела. Только вот где очень интересный вопрос. Не знаю, возможно, у меня их и нету. Вот один факел у меня имеется. Также я возьму с собой немножко уголька, сделаю вот так вот. Ну и, в принципе, теперь уже всё. Целые сорок один факел. Я думаю, что пока что этого будет более-менее, чем достаточно. Поэтому быстренько отправляемся в портал и продолжаем исследовать данный мир. Я не знаю, на самом деле, что меня сейчас здесь может ожидать, но тут капец, как сильно темно. Возможно, если я сейчас переключу другие шейдеры, то тогда станет немного получше здесь бегать. Допустим, вот на эти вот. Ну-ка, давайте-ка проверим. Да, наконец-таки всё нормально видно. Господи ты, боже мой, это что такое? Что это за такие странные цветы? Давайте-ка посмотрим. Это у нас какая-то мандрагора вроде бы как была. Ну-ка, секунду. Да, это мандрагора, ребята. И из этого делается какой-то непонятный... непонятная кастрюля с овощами. Нифига себе. Это интересно. Пойдёмте дальше. Посмотрим, что насчёт такого здесь может интересного ожидать. Пока что самое удивительное, никаких мобов я не встретил. И, блин, какой-то совершенно необычный биом. Там я уже вижу какие-то странные непонятные руды. А, нет, это обычный лазурит. Окей, секи. Ну-ка, а новенькие руды интересно мне узнать здесь будут? По-любому они где-то здесь должны быть. Нифига себе. Как здесь интересно, чуваки. Вот это мне интересно. Очень сильно похоже на дерево. Но это, блин, ёлки-палки не то. Господи, на меня уже муха нападает какая-то. А ну просто в жопу. До свидания, муха. Умирай, молочинка. Ёлки-палки. Что это только что было на меня? О, в меня всосался какой-то паразит. Чуваки, как быть? Я не знаю, что делать, ребят. Мне теперь вроде бы как я живой. Всё у меня хорошо. Но муха на меня насадила паразита. А, вот смотрите. Вот и слабость, вот и утомление, вот и голод. Видимо, это из-за этого самого паразита. Это довольно-таки интересно. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что я не умру и он меня не убьёт. Потому что если так будет... Смотрите, опять всё нормально. Лол, как это понимать? Чувак, как на тебя освободить-то, ёлки-палки? Честное слово, я не знаю, что мне с ним делать. Если я сейчас окунусь в воду, возможно, как-то это изменится. Исправится. Ну-ка, давайте попробуем. О, он умирает. И я тоже здесь погибаю, ребята. Я умер только что. Что это только что было за сумасшествие? Надо быстренько телепортироваться на метку смерти. Телепортируемся. Всё, я здесь. И эта вода наносит мне урон. Нифига себе. Вот это прикол. И, конечно, секундочку. А это что такое? Это обычная лиана. Ладно, это, конечно, я трогать не буду. Мне это совершенно не нужно. Как же хорошо, что я могу здесь бегать без факелов. Господи, это просто шикарно. И вот мне очень сильно интересно. Если я сейчас рублю и другие... Хотя, стоп, не буду я ничего врубать. Это что такое? Что это за камни такие странные? Интересненько. Давайте-ка я быстренько возьму и посмотрю, что они из себя представляют. Это очень нужно сделать. Возможно, это какая-нибудь интересненькая новая руда. Давайте-ка это быстренько проверим. Собираем с собой. И из этого делается что? Давайте быстренько посмотрим. Это у нас какая-то темпл-рок. Не знаю, что это такое. Какая-то порода темпловская. Из этого делаются кирпичи. А из кирпичей делаются уже камни. Вау, интересно. А из камней делаются еще какие-то штуки. А из них уже не делается ничего. Вот такой вот лабиринт. Прикольно. Ладно, выкладываем. Знаете, что выкладываем? Это выложим. Это тоже уберем. Пускай мне эта лопата, формочка лопаты нужна. Я просто пойду в эту сторону. И смотрите, сколько здесь животных. Пока что на меня, к счастью, никто не нападает. Боже мой, что это только что было? Я пошел дальше. Спасибо огромное за просмотр. Как говорится, я пойду в эту сторону. Возможно, здесь меня тоже что-нибудь интересное ожидает. Да ладно, господи, ты боже мой. Что это такое? Неужели это гнездо самки дракона? Не может такого быть, ребята. Да, это так и есть. Я понял. До свидания. Все, сюда я тоже идти пока что не хочу. Пипец, тут еще и драконы. Могут встретиться нам. То есть, получается, из моды Ice and Fire. Интересно. Блин, ребята, напишите в комментариях. Хотите ли вы, чтобы я здесь поселился? Чтобы, допустим, я в другой мир больше вообще не возвращался. А вот здесь остался. Если что, то описание, вернее, опрос в правом верхнем углу находится. Поэтому можете проголосовать. Блин, чуваки, что-то еще интересного такого может быть. Еще одно. Еще одно глисдо самки дракона. А чуметь не встать. И тут еще столько всего, на самом деле, интересного. Что это только что было? Старикоза пошла в жопу. Я даже не заметил, как она мне напала. Кстати, эти глаза довольно-таки классная штука. Потому что, если я сейчас возьму, подберу их, то смотрите, что будет. Вот они, эти глаза. С помощью них можно скрафт себе новенькую штуку под названием Compound Google Lens. Это, получается, так называемые очки. С помощью которых уже эти самые очки, получается, и делаются. Вернее, это линзы, из которых делаются данные очки. А из очков уже можно будет сделать самый настоящий шлем ночного видения. По-моему, это очень классная штука. Потому что она мне здесь очень сильно понадобится. Жучара пошел в жопу. Еще один жучара тоже пошел. Хотя, секунду, это не жучара. Это же у нас муравей. Точно. Я думаю, что в него прямо-таки сейчас можно превратиться. Посмотреть, что он вообще из себя представляет, как он ползает. Почему-то... А, нет, все, пополз, ребята. Пополз, смотрите-ка, хорошо. Довольно-таки быстрый. По-моему, немного быстрее человека передвигается. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Возможно, я и не прав. И, ребята, здесь еще одно. Еще одно гнездо самки дракона. Какого фига здесь вас так много? Я не понимаю. Я быстро превращусь снова-таки в себя. И, наверное, прокопаюсь. Давайте посмотрим, что там за дракошка такой. Опять-таки красный. Опять огромный. Господи, боже мой. Я вот не знаю. Может быть, попытаться ограбить его гнездо? Было бы круто. Давайте ограбим. Давайте же это сделаем. Здравствуйте. Он просыпается, по-моему, ребята. Чувствую, скоро мне будет капец. Все, меня уже подобрали. Я его постараюсь убить. Все, недолго длилось счастьем. Да, уж бывает. Ладненько, отправимся еще раз. Посмотрим, что там такого еще может интересного быть. Все, ребята, я снова здесь. В этот раз я осмелился пойти совершенно в противоположную сторону. Потому что, возможно, здесь будет что-то еще более интересное. Давайте сходим, посмотрим. Какой-то очень странный объем. Это какая-то грязь непонятная или пыль. Я не понимаю, что это такое. Ну-ка, что же из этой пыли можно получить? С 20% шансом я могу получить песочек. А также всякие разные еще интересные штуки. Откуда в пыли морковка? Можете мне объяснить, пожалуйста, что это вообще такое? Это странно. Ладно, продолжаем дальше идти. А это что за такая каменная руда? Интересная порода, вернее. Давайте проверим. Ну-ка, это какая-то... А, это деревянная руда. Секунду. Вот, вот, вот. Деревянная порода. Все правильно, лол. Нифига себе. Окей, пробираемся дальше. Посмотрим, что еще интересного она здесь может ждать. Ребята, приглашаю вас поиграть на новом замечательном проекте под названием MCZone.su. На этом проекте вы сможете поиграть на целых 8 серверах. Таких как Hitech, Magic, TechnoMagic, Galaxy, TechnoMagic Sky, Dragon TechnoMagic, Sandbox, а также Magic RPG. На проекте работают самые лучшие модераторы и хелперы, которым вы всегда сможете задать вопрос, касающиеся игры на сервере. А также, дорогие ребята, на всех серверах присутствует огромнейшее количество самописных модов, что добавляет еще больше интерес к игре. Также на проекте MCZone.su сейчас проходит акция на донат. При первом пополнении баланса вы получите в 2 раза больше рублей. То есть, если вы пополните баланс на 500 рублей, то бонусом придет еще 500 рублей сверху. А это означает то, что вместо 500 рублей вы получите целую тысячу. Ну что же, ссылку на проект я оставил в описании. Заходите, качайте и играйте. Приятной всем игры, а также приятного просмотра. Ай, ребята, я еще и в этой паучине застреваю, оказывается. Прикиньте, ну-ка, а если я эту штуку сломаю? Что это только что? Это что? Это что? Секундочку, я что? Во, смотрите, вы это видите? Сверху только что была полоска. Почему сейчас я ее не вижу? Так, спускаемся пониже. Возможно, это где-то вот там будет. Да, господи, паутина пошла в жопу. Уйди от меня. Я не понимаю, где я застреваю-то? Во, секундочку, я уже это слышу. Я вижу кого-то там. Вернее, я не вижу, а просто слышу. Возможно, это где-то снизу подо мной находится. Давайте прокопаемся. Надеюсь, что я был прав. И там я сейчас что-нибудь интересное найду для себя. Так, пока что ничего интересного нет. У меня, по-моему, включился проклятый автопрыжок, да? Его нужно обязательно вырубить. И все, прокапываемся пониже. Посмотрим, что у нас здесь такого интересного может еще ожидать. Кракапа... Тьфу, господи. Копаемся, копаемся, копаемся. И пока что ничего интересного. Хотя, секундочку. Вот это уже что-то другое. Хотя, та же самая получается. Местность, та же самая биомом. И все, больше ничего интересного такого. Ладно. А если прокопаться еще пониже? Секундочку, полосочка пропала. Ребята, полосочка пропала с боссом. Ну, что это такое? Почему так? Возможно, это где-то снизу еще будет. Может быть, мне повезет. Давайте покопаемся, попробуем. Ну-ка, ну-ка, выйдет или нет? Выйдет или нет? И пока что, по-моему, ничегошеньки не выходит. Ну, ладно. Тогда забираемся потихоньку наверхушку. Спокойненько, аккуратнее. Самое главное это делать не торопясь. Все, ребята, я уже наверху. А это что, мать его, такое? Опять-таки какая-то непонятная деревянная руда. Ребята, если у нас вот это дерево, то получается так и есть. Это какая-то, елки-палки, черт возьми, деревянная руда. Давайте проверим, что это такое. Что из этого делается? Из этого делается какой-то вэтстоун. Не знаю, что это такое. А также, вроде бы, как все. А из тебя что делается? Из тебя делается еще один вэтстоун. Только уже первого левела. А из тебя вэтстоун второго левела. Потом третьего, четвертого, пятого. И все. Что такое? А, можно применять его к инструментам. Не знаю, зачем. Но потом, конечно же, попробуем. Это довольно-таки интересно. Ну-ка, секундочку. Мне интересно, куда я мог подевать этого босса. Он же только что был рядом. Его полоса жизни была прям-таки у меня на мониторе. Но сейчас я его не вижу. Блин, что это такое? Это куда он мог пропасть? Ребята, откуда я вообще вырвался? Я уже, на самом деле, заблудился немножко. Да уж. Возможно, это где-то вон там. По-моему, так и есть. Ну-ка, давайте еще раз быстренько сходим сюда. И постараемся что-нибудь хотя бы найти. Ммм, выйдет или нет? Походу, дело не выходит. Да, ребята, меня опять-таки паутина съедает эта дурацкая. Все, ломаем ее. Хотя не получается нифига. Ну, давай же уже убирайся отсюда скорее. Фух, все, я это сделал. Ладненько, куда бы пойти? Тут еще и изумруды находятся. Боже мой, сколько всяких разных руд. Ну-ка, алмазы, интересно, я найду? Если я найду еще и алмазы, будет просто шикарно. Господи, ребята, я уже хочу выбраться из этого самого биома. Потому что он мне что-то, знаете ли, не очень нравится из-за этой паутины. Это просто бипец. Почему я постоянно в эту паутину-то попадаюсь, а? Че это, мать его, такое? Дайте мне найти что-то более интересное. Более интересный какой-нибудь биомчик. Оп, забираемся. Отлично, у меня получается. И я снова вернулся к порталу. Боже ж ты мой, почему мне так не везет, а? Я опять-таки около портала. Ну, ладно, ладно. Я снова разворачиваюсь в инфлю сторону. Потому что, возможно, там я сейчас найду какого-нибудь босса. Ребята, я должен его где-нибудь откопать. Сто процентов. Самое главное не сдаваться. И очень скоро, надеюсь, я его найду. Тогда эту полосочку я нашел вроде бы как где-то вот здесь. Вот, да, ребята, я ее уже вижу. Но, блин, где это? Возможно, это где-то сверху тоже, как вариант. Давайте посмотрим, попробуем. Мало ли мне повезет, а? Нет, ребята, полоски я уже более не вижу. Это очень странно. Просто максимально странно. Возможно, это где-то вот здесь. Кстати, ребята, могу ли я пить данную воду? Пожалуйста, хоть бы эту воду мог попить. Прошу вас, умоляю. И нет, ребята, данную воду пить я не могу. Это очень плохо. Хотя, возможно, это из факелов. Ну-ка, факела убираем. Вот так вот делаем. И, в принципе, все. Теперь пытаемся попить. Не получается, ребята. Нет, это никак. Вода работает. Это очень плохо. Это очень обидно. И, ребята, все, полосочка снова с этим гвардионом пропадает. Почему так получается? Где она может находиться? Возможно, она где-нибудь, что вон там? Господи, я опять-таки в этой дурацкой паутине застреваю. Все, отлично. Проходим. Идемте в эту сторону. И смотрим, что же нас здесь еще ожидает. Если прокопаться вон туда. Возможно, здесь эта полосочка уже пропадать не будет. И тогда все будет хорошо. Давайте проверим. Давайте-ка попробуем. Так, полосочка пока что все еще здесь. Окей, тогда все хорошо. Хорошо. Амберголем. Идлгвардион, получается, называется эта штука. Пробираемся в эту сторону. Проходим. Прокапываемся. И, возможно, что-нибудь я наконец-таки себе найду. Ух ты, смотрите. Какие пещеры интересные. Вау. Пройдемте вот сюда еще. Посмотрим, что здесь будет. Ребята, полосочка пока что не пропадает. Это очень хорошо. Это просто замечательно. И смотрите, что это такое. Что, мать тебе, это такое? Это кварцевая руда? Серьезно? Интересно. Опять-таки вода всякая разная. Ну и более ничего такого интересного. Смотрите, данж с пауками, с тарантлами, которые меня только что убили. Они меня только что взяли и уничтожили. С ума сойти. Так, секундочку. Мне нужно снова идти, получается, в Эребус вон туда. И снова прийти на эту метку. Вернее, телепортироваться. Убиваем тарантлов, ребята. Это самые настоящие тарантлы, которые пытаются меня уже уничтожить. По-моему, ребят, я скоро уже умру. Так, последний паукан остался. Молочинка, умирай. Так, господи, что ж такое-то, а? Мда уж, вот это я, ёлки-палки, понимаю сложности. А ну, пошёл в жопу. До свидания. Всё, ребята, он ушёл. Ещё один пришёл ко мне сюда. Да чё ж вас здесь так много-то? Вы когда-нибудь исчезнете или нет? Алё, пауки, пошёл вон. Всё, ребята, ломаем данную штуку. И быстро. Всё, ребята, я сломал. Я сломал этот спавнер. Слава богу. Что тут интересного может быть? Так, секундочку. Какая-то непонятная экзоклютоновая штука. Я знаю, что это такое. Из неё делается броня. Очень классная вещь. А также ещё всякие разные косточки. Ладно, они мне, думаю, не пригодятся. Хотя, можно бы и забрать. Давайте это сделаем. Всё, шикарно. И где же, ёлки-палки, данный босс? Где я его могу найти? Я не понимаю. Пока что ничего интересного, опять-таки, не вижу. Просто-напросто прокапываюсь. Возможно, что-нибудь интересное найду. Я снова нахожусь в пещере. Здравствуйте, дорогие друзья. А это что, мотива такое? Это тоже я не понимаю что. Ладно, выбираемся. Так, смотрим. Ребята, новый биом пустынный. Здесь ещё и жёлтый кактус. И ещё и паукан, который пытается меня убить, пошёл в жопу. До свидания, чувак. Всё, уходи. Фух. Ребята, я живой. Слава тебе, господи. Блин, куда мне идти? Ребята, я очень хорошо вижу эту штуку. Эту полоску с жизнями его. Но, блин, где это находится? Кто мне подскажет? Кто поймёт, а? Никто, наверное, мне не подскажет. Я должен сам это как-нибудь отыскать. Сто процентов. По-любому. Тут ещё и скорпионы всякие разные. Боже мой. По-моему, они уже за мной охотятся. Так, ребята, где это, ёлки-палки? Пирамида. Тут должна быть пирамида, ребята. Сто процентов. Потому что эти гуардианы, названия которых сверху, это точно из пирамиды, которая находится здесь. Я должен эту пирамиду отыскать. Не то, чтобы должен, я просто обязан это сделать. Солбан, не убивай меня, пожалуйста. Два хп у меня осталось. С ума сойти. Так, ребята, это где-то уже очень близко. Это где-то прямо-таки вот здесь. Честное слово, я уже не понимаю, где это может быть. Но, по-моему, я уже где-то близко. Муравьи всякие раз нападают. Пошли в жопу. И да, наконец-таки я нахожу эту пирамиду. Ебой боже мой. Что происходит только что? Кто взрывается вообще? Я не понимаю, что это за фигня. Это нужно всё быстренько разломать. Всех убить. И, конечно же, уже наконец-таки поставить здесь метку. Потому что это самая офигенская находка в этом море. Ну, одна из самых офигенских. Офигенских это уж точно. Меня ещё и убивают. Ёлки-палки. С ума сойти, ребята. С ума сойти, дорогие друзья. Ладно, идёмте обратно опять-таки в Эребус и телепортируемся на точку смерти. Такс, отлично. Я снова здесь. И, ребята, смотрите, что я нахожу. Это самая настоящая пирамида, в которой находится самый настоящий офигенский босс насекомых. И знаете что? Думаю, то, что в следующей серии, возможно, через одну серию, я его обязательно убью. Если вы хотите, то обязательно ставьте лайки. И напишите в комментариях. Открой данную пирамиду. Её нужно активировать с помощью двух, вернее, четырёх новых ключей, которые нужно будет найти, отыскать в этом офигенском наберинтике. Короче, ребята, я это обязательно сделаю, только если вы наберёте много лайков и напишите в комментариях, что вы действительно хотите этого. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поверьте. Дальше будет только интереснее. Увидимся в следующей серии. Вау, нападают. Субтитры создавал DimaTorzok